Прямо сейчас мы едем в Краснодар. Со мной вот эта вот женщина непонятная. Мы уже едем свои сутки, может познакомимся? Поправляемся прямо сейчас в Краснодар. Будем там отдыхать, потом планируем посетить Сочи. Море, Красную Поляну, горы, а затем оттуда прямиком в Крым. К сожалению, в Крым мы так и не доехали. Колбаска. Смотри какая. Большая. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. На самом деле я очень люблю поезда. Нравится атмосфера, которая царит в этих поездах. Ну, связано это еще с тем, что я хочу летать на самолете. В этот раз мы взяли купе. Этот вагон рассчитан на 4 человек, но мы едем здесь одни. Мой сегодняшний обед? Колбасочки, чаек. Атмосфера в поездах мне очень сильно нравится, а вот местная похлебка, к сожалению, нет. Кормят здесь, честно, не очень, но это мое личное мнение. Настя говорит, что подобную колбасу даже котяра не стал кушать. Мы уже, видимо, заехали в Краснодарский край. Такие тут поля. Купили, короче, у проводников вот такую печеньку. И там капс. Фишка. Как тебе печенька? Отстой, да? Будете ехать в Северную Пальмирь и эту печеньку не покупать, а отстойная. Но, если вы коллекционируете вот такие вот фишечки... Ну, она не отстойная. Просто такое не очень много. Понятно. Ну, я доем. Если коллекционируете фишки, берите. Напишите в комментах, у кого такие были. У меня в детстве их было примерно тысяч пять. У меня целый огромный пакет еще был. Ну, прям пять. Пять тысяч у меня реально было. Ну, не ровно, но примерно. Почему не пять тысяч? Пять тысяч? Ну, я просто когда в детстве считал, я точно помню, что у меня три тысячи фишек точно было. Потом четыре и пять почти косарей у меня было. Ну, ровно пять. Да блин, у меня огромный пакет этих фишек был, этих длинных. Сутки пути. И мы подъезжаем к Краснодару. И заезжаем в Краснодар. О! Опять я умолюсь, приведу себя в порядок и выходим. Дорога из Санкт-Петербурга в Краснодар на поезде у нас заняла полтора дня. Папа, смотри, чтобы он тебе ногу не поранил. Грядский союз! В Краснодаре мы остановились в станице Ильская. В этом месте живет у нас дед Сережа, папа Настя. Именно с ним мы прямо сейчас пилим дровишки. Мы с Женькой пилим дрова. Вот зятек помогает мне пилить дрова. Красавчик! Давайте я вам хоть сейчас покажу, где мы вообще находимся, куда мы приехали. У нас здесь живет папа. Он продал квартиру в Питере и купил здесь себе дом. Вот такой вот дом. Вот такая вот у него здесь территория. Свой дворик. Летняя кухня. Баня, которую он сделал полностью с нуля сам. Вот так вот она выглядит. Красиво, уютно. Когда мы приехали, вот этого всего, кстати, не было. На этой плите гнали самогоночку совсем недавно. Залили брашку, поставили на газ, закипело. Змеевик, который остужает. И вон она заразяка уже. Она 80 градусов. Сейчас бежит 80 градусов пока. Тебе на сколько хватило такой канистра? Мне бы, наверное, на всю жизнь хватило. Теперь это выглядит все здесь вот так вот, уютненько, круто. Там за домом у него огород. Растут кабачки, морковка, помидоры. Тут огурцы. А вот здесь, наверху, мое любимое. Охренительный черный виноград. Вот что значит, свое дно в Краснодаре. Все есть. Кто-то покупает, а кто-то, а так вот выращивает. Золотые слова. Он это все сделал своими руками. Сейчас вот мы зашли к нему в дом, вовнутрь. Изначально здесь, поверьте, было прям и близко не так. Здесь было все деревянное, все в пыли. Стены все разрушены. Вот такая вот кухня. Сделано все с абсолютного нуля, чтобы вы понимали. Одним человеком он это делал все один. Тут вот комнатка вот такая вот уютная, небольшая. наша комната, где мы остановились с Настей. Вот тут мы спим, отдыхаем. Длинчики каждый день. Вот такие вот пироги. Тут, кстати, я до сих пор не знаю, что находится. Давайте посмотрим. А, понятно, это типа кладовка. Прямо сейчас выезжаем из Краснодара в Кабардинку. Со мной всегда ноут. Это для семейного архива. Хорошо. Привет. Привет. А, да, для семейного архива надо. Самый маленький с нами пассажир есть. Ты что, спать всю дорогу будешь? С тебя демоны выходят? Ну нахер. Отец. Зачем ты кричишь? Зачем, скажи? Ответь, зачем? Почему? Все, смотри сразу, как только пришли сразу. Все, я нормальный, я послушаю. У меня все здесь записано. Ура! 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 Прямо сейчас мы с нашими родственниками отправляемся в Кабардинку, где проведем целых два дня. А после этого поедем в Сочи. Настя говорит, что на меня похож. Мы проехали уже, наверное, километров 150. Полтора часа уже в дороге. Сейчас находимся недалеко от Новороссийска. Вон там, вдалеке Новороссийск, побережье. Серега, наш водитель, за рулем отдыхает. Очень многие мои знакомые говорили, что в России некуда поездить. В России некрасиво. Посмотрите на эту красоту. Там, да? Примерно три часа дороги, и мы уже на месте. Прибыли мы на место. Заселились в какой-то, ну, мягко скажем, бомжовский отель. Мы здесь остановились всего лишь на одну ночь. Уже завтра мы отсюда выйдем и поедем дальше. Вот это вот стоит 4 тысячи рублей. Объясните мне, за что здесь люди платят 4 тысячи рублей? Серега со своей женой, они остановились где-то примерно вот на этих вот равнинах. Они решили, короче, ехать дикарями. Остановились в кемпинге. Сейчас разбивают палатку, мы сейчас пойдем к ним. У нас три столовые прямо здесь есть, Настя. Давай зайдем. А народу здесь прямо за херищи. Все битком забито. Не знаю почему, но я чувствую себя каким-то старпером. Вот у меня не 26 лет. Яйца в руке. Настя, не, пойдем к другое место. В очередь я не готов столько стать. Да ты посмотри. Очередь здесь и правда была какой-то безумной. Поэтому мы недолго думали и решили найти другое место, где очень вкусно покушаем. Вот тут, смотри, есть что-то. Мы тут будем сутки, завтра уезжаем вечером. В конце дня скажу свой вердикт. На Анапу похоже, кстати, очень сильно. Самое прикольное, что здесь одни столовые. Заметила? Вообще заведения нет. Только одни столовки. А вот, смотри, охрененное место. Смотри, что тут есть? Войдем туда и из всего, что здесь есть, по-моему, это самое главное. Ну давай, давай. Вечно недовольный человек выглядит вот так. Настя. Мне принесли полкилограмма шашлыка. Сейчас скажу, стоит это того или нет. Это 500 рублей стоит, чтобы вы понимали. На самом деле недорого. Но так как я очень хочу кушать, я это съем все. Честно вам сейчас признаюсь, это был один из самых худших шашлыков, которые я пробовал в своей жизни. В общем, это абсолютно не стоит тех денег, которые я за него заплатил. Попили-поели, сейчас выдвигаемся к ребятам. Ты думаешь, там будет нормально? Я не знаю. Нет. Еда отстоит. Еда невкусная. Мы зашли, чтобы вы понимали, примерно сколько в 5. Выбрали, которая более-менее нормальная. И честно, вообще не понравилось. У меня Настя додумалась взять, короче, огромное покрывало, на которое поместится, наверное, человек 15. Она весит килограмма 3, наверное. А зачем он тебе? Блин, прикольно, давай спроси, сколько стоит поплавать, наверное. Ты круг хочешь взять? Да. Ну, спроси, сколько он стоит? Да, да. Да, да, по итогу мы купили этот круг. На ваших глазах рождается охерительная фотка. А что ты мне ноги пообрезал? Прикольно было бы, если ты мне ноги не обрезал. Давай, давай, блин. Чем тебе ноги не обрезал? Ну, видон, на самом деле, очень красивый. Прям, реально прикольно, прикольно. Пришли мы вот на кемпинг. Вот так вот здесь. Палатка наша. Это ваша, да, зеленая? Да, палатка и вот машина и столик наш. Вот они разбили, короче, здесь палатку, вот такую. И вот там столик они поставили. С видом на море. Смотри, какая красота. Бурщикает, реально. Я сюда приезжаю, когда на машинах, тут этот. Там еще дальше тоже классные места есть, как бы. Накроем. Ну да, это еще разработка. Да, да, да. Накроем. Да, кайфу, вот так сидишь, любуешься. Покупались, помылись, поныряли. Камеру, блин, с собой взять забыл. Димит, как тебе море? Чистая, офигенная, прям вода, прям изумрудного цвета. Тебе понравилось в море купаться? Да. Да? Дида, мама тебя потеряет, сейчас иди. Кемпинг, на самом деле, я так смотрю, прикольная тема. Все тут с палатками отдыхают, так вот приезжают, ставят тачку, разбивают палатку и вот так вот отдыхают просто. Прикольно. Вот в этом районе мы сейчас, ребята, сейчас остановились здесь и я насчитал здесь 11 палаток. И вот за воротами еще. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Начинает, короче, вечереть на улице. Все как-то прям заметно преображается с вечером. Блин, Настя, давай бегом, мы не успеем его снять. Ребятки, зацените какой закатик. Охренительно. Охренительно. Красиво, да? Да. Из-за того, что вот этому человеку нужны были фотки, я не снял закат нормально. Почему? Потому. Это водитель у нас? Не наедь ни на кого. Оу-оу-оу. Шашлык я затестировал сегодня. Шашлык был хреновый. Сейчас мы затестируем шалуху местную. Ждем пока приготовить. Вроде был очень маленький курорт, но народу очень, 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 очень много. А Настя вместо шалухи взяла себе пиццу. Ну-ка открой, как она выглядит. Или там откроем. Ну давай, давай. Надеюсь, это вкусно, иначе я... Днем мне кабардинка как-то вообще не понравилась. А вот вечером, вот конкретно в этом районе, прикольно. Ну, Димит. Уточни, пожалуйста. Учись, мужик купит. У вас хоть один. Хоть один забей. Даже вечером люди готовы купаться. Народу просто пипец. Димит, что ты их забрал-то? Покажи хоть. Лизун. Лизун? Дай посмотрю. А, это сваем. Помнишь? Сваем называется. Что, ты готова? Да. Ты думаешь, вкусно она будет? Красивая? Шалуха проверенный вариант. Дай богу. Шаверма по-любому будет круто. А вот это вот не знаю. Открывай. Тададам. Очень красивый чё-то сироп. Нет. На самом деле, ни хрена не нормально. Мы просто извежливо сказали, что она выглядит хорошо. На самом деле, она выглядит не очень. Не по вкусу, поверьте мне, тоже. Такое себе. Настя была очень сильно недовольна. Шаверма? Честно, божественная. Вкусная пипец. А как твоя пицца? Нет. На самом деле, она была невкусная. Настя потом мне весь мозг съела тем, что это был отстой. Прямо сейчас направляемся на аттракционы. Посмотрим, что там есть. Может быть, на чём-то прокатимся. А блин, фонарик. Нам не нужен фонарик. Давай ты иди одну. Давай без фонарика. Зачем так? А ты не очкуй. Ну пошли. Давай, давай, давай. Красный огонёк, ориентир. Тихо. Ой, е-е-е. Пока так чисто бывает, если честно. Вика тебе было страшнее. Ааа! Ты что так забрал это? Ой, господи, какой ты страшный. Ааа! 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 Аааа! 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 Какой стыд. Аааа! 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 Автоматически мы сегодня в Париже. Сели мы на колесо обозрения. Аааа! Вот так вот всё это выглядит с высоты птичьего полёта. Ночная, на самом деле, кабардинка вообще красиво выглядит. Туннель гравитации. Аттракцион, покоривший мир. Так я не пойму, как она работает. Она научился. Кружится эта хрень или... О, смотри. Или вот этот. Давай. Короче, когда туда идёшь, тебя гонят вправо. Значит, надо держаться левее. Смотрите. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет! Нет! Одно квест. Мы сели на аттракцион. Я уберу камеру, потому что боюсь её выронить. Я расскажу эмоции. 5 минут later. Короче, тут всё. Никак. Доброе утро. Сейчас 10 утра. Мы проснулись. Покушали. И сейчас будем потихонечку выселяться из этого отеля. Двигаемся сейчас к ребятам обратно в кемпинг. До вечера будем у них. Сервис у отеля. Ну, просто говно. Когда мы заселялись, у нас были проблемы небольшие. Сейчас, когда мы выселялись. Чего не сделаешь ради контента. Да. Да, Настя? Взяли круг, чтобы сделать фотку. Блин, ну я тоже в нём хочу сфоткаться. Я по-любому сфоткаюсь в нём. Серёга у нас сегодня в ответе за ужин. Там будут бутерброды со свежими... Чемпиньонами. Чемпиньонами. Вот такая вот здесь территория мангальная. Для того, чтобы все, кто в кемпинге отдыхают, шишечок, мясо, грибочки пожарить. Всё, что хочешь. Замечательный видончик. И вот такой вот сытный стол. Бутики с грибочками. Здесь у нас картошечка запечённая, салатик, шашлычок. Сейчас будем хавать. Да? На ваших глазах прямо сейчас рождается контент. Для инстаграма Анастасии Шестаковой. Вот она. Заходит в море со своим бубликом. Ты готова? Ну у нас вот прям целый фотосет сегодня, да? Народу дохрена сегодня. Намного больше, чем вчера было. Море вообще офигенное. Прям потрясающе. Настя, это шишка. А ты думала это какашка? Это шишка, не переживай. Такая это шишка. А сегодня встречаем закат вот в таком вот красивеньком местечке. Прям на побережье, короче, у нас тут сегодня хавчика. Да? Приятного аппетита. Спасибо. Видон здесь вообще прям потрясный. Последние часы у нас остаются на Кабардинке. Сейчас гуляем по городу. Гостиница, в которой мы остановились в первый день. У меня нет ни двоякие впечатления. Съездить на один раз. Ну, как бы и все. Самое прикольное, это природа. Ну, мне очень понравилось вот это как-то снять. Побережье? Да, побережье, горы. Реально очень красиво. И вода чистая. Мне кажется намного чище, чем в Сочи. Днем она мне вообще не понравилась. Вечером прикольно. Движуха, ну как в обычном курортном городе на самом деле. Она по Сочи. Все равно движуха колхозная. Ну да, да, движуха колхозная, честно. Контингент людей такие. Но все равно это явно лучше, чем то, что тут днем. Днем мне вообще здесь не понравилось. Отели, честно, говно. Они не стоят своих денег. Отели вообще дно. У ребят кемпинг намного круче. Отдыхать здесь в кемпинге, да, клево. Да, демпинг самое нормальное. Ну и то с удобством. Море офигенное. Чистое, клевое. Прямо голубая водичка. В Крузии едем. А, да, да. Дом вверхном. Прикольно. Может сходить туда? Второй раз мы сюда точно не приедем. Ну нет, может если на море нас возят просто покупаться. Если на море максимум, да, съездить можно. Но так именно. Как на отдых на 7-14 дней. Мне кажется, что самое прикольное, это приезжать рано утром и поздно вечером уезжать. То есть целый день поприехал, покупался. А так, ну, вечером посмотрел закат и все, можно ехать обратно. Ну да, может быть. Блин, Настя меня уговорила сесть на гребаный аттракцион. Тапки решили снять, чтобы не потерять, если что. Мне кажется, эта хрень вообще не прочно. Поднимаемся. Бля, у меня аж руки потеют. Лишь бы камеру не уронить. Давай мне камеру. Не-не, я снимаю нормально. Ё-моё. А наслаждайся видом. Видом наслаждаться? Когда мы на такой высоте, я не могу наслаждаться видом. Я ненавижу эту хрень. Нет, нет, нет. Прикольно, прикольно. Вообще не страшно. Я ненавижу такую высоту. Почему не страшно? Я не очень сильно люблю вот эти всякие аттракционы с высотой. Но адреналинчик есть. Хрень, которая вот перед нами. Вот это вот. Вот это. Это просто вчера был пипец. Всё, спускаемся. Настя говорит, аттракцион вот этот вот для меня. Самый для меня чистый. Настя, я павать не умею. Хе-хе-хе. Я утонул. А кто у нас тут играется, а? Ты играешь? Морда твоё, морда, морда. А чё тяжёлого? Давай я попробую. Давай. На ваших глазах Настя взяла в руки. Она будет пробовать. И вот смотри, тебе надо вот эту всю землю вот сюда выкинуть. Видишь? Тут была куча размеров. Ну вот посюда примерно. Вот так. Смотри. Вот. Вот такими темпами долго будешь делать. Человечек, который 10 минут там покидал, утомился. Настя, ну не надо это снимать, пожалуйста. Да, я устал. Так я уже снимаю. Да, я устал. Устал? Утомился? Да, отдохнуть человеку. Не привык работать. Настя, покажи мозоль. Видишь мозоль? Работал. В общем, мы добрались до парка Галицкого. Пустой парк. Человек, ну, 50 тут сейчас гуляет. В прошлый раз мы были в январе, было холодно, народ был. Пока что огромная куча деревьев, огромный стадион и ничего больше. Здесь я бы босиком гонял по этому парку. Прикольно, на самом деле. Босиком можно снять, на самом деле. И чисто босиком топать. Вообще по кайфу. С горячего асфальта сразу в фонтан. Уху! Охрененное место. Вообще офигительное место. Очень круто. Вот как это выглядит все наверху. Смотрите, вода вот идет отсюда вниз получается. Есть парк, усыпаем всякими фонтанами, поляночками вот такими вот, чтобы тут посидеть, почилить. Здесь вот так вот, смотрите. И вот таких вот мест в этом парке очень много. Пойдем дальше, не будем же тут сидеть. Посмотрим, что еще есть. Здесь типа можно посидеть и покормить рыбок. Здесь тоже, смотри, можно посидеть, типа рыбу покормить. Очень необычные, на самом деле, в этом парке постройки. Искусственная среда. Композиция представляет собой многофигурный барельеф из пластиковой сетки. Давай посмотрим. Фигуры людей из по 3 сетки сделаны. Произведение находится в процессе создания. Там уже, короче, связаны. Они вот так идут по всему кругу. И примерно вот там вот они останавливаются. И все дальше, это в процессе создания. Это только будет здесь сделано. Видите шар? Настя говорит, это мороженое. Сейчас мы к нему спустимся, посмотрим. Когда мы там были, мы там были в январе. Да там не было, сейчас там все залито водой. Такой огромный парк, а народу вообще нет, если честно. Вот прям перед нами. Все люди, смотри, прям вниз сидят, отдыхают. Вообще по кайфу. Я бы сейчас полностью еще окунулся сюда. Да, вот она вообще умница. Я бы так же сейчас окунулся. Раньше воды здесь не было, когда мы в январе были. Мы сейчас, короче, приехали в центр города на Пушкинскую площадь. В честь Александра Сергеевича. Того самого золотой век российской литературы. Вот так она выглядит. Ну че, как тебе центр? Вот смотри, можно по улице пойти дальше гулять. Ну пойдем туда-назад. Народу, как вы видите, очень мало. Особо-то никто здесь и не гуляет. Я даже честно, вот сейчас смотрю по карте, вот где мы находимся. Вот мы, сейчас мы идем в ЦП Каевой имени Горького. Это тоже центр города. Какой-то центральный парк, наверное, крутой. Я даже честно, вот даже не знаю, где здесь можно погулять. Я говорю, Краснодар, не ощущаешь, что ты в каком-то Краснодаре. У меня такое чувство, что я где-то нахожусь. Вот честно, вот скажу вам, как будто я в Челябинске на главной площади. Очень сильно площадь похожа на Челябинскую. Вот такой вот город. Так смотри, памятник Пушкину. Это памятник императрице Екатерине Второй. Очень странно, что памятники Пушкину и Екатерине Второй находятся в Краснодаре. Какие вообще заслуги? Из чего вдруг? Они же оба в Питере жили. Ну тихо, спокойненько, да? Это военный памятник какой-то, видимо, в 1916. Да, это Первая мировая. А это мы сейчас находимся в Центральном парке культуры и отдыха. Все-таки его Краснодар. Мы забрели в амфитеатр местный. Это типа сцена. Это тут сидушки. Тут люди в лучшие времена смотрели выступления. А у нас типа ива. Типа островочек такой, да? Но один из плюсов Краснодара на самом деле в том, что здесь очень дешевое такси. Екатерина тоже такси недорогое. Я всегда там на такси передвигаюсь. И здесь. Чистя вот у нас одна поездка выходит что-то в районе 200 рублей. Сейчас вот мы едем до галереи, у нас 150 рублей всего выходит. Ну а здесь уже как-то чувствуется масштаб города, что мы реально в большом городе. Вот именно по этой улице. Это вот единственная центральная улица получается. Красная называется. Вот о чем я и говорил. Ночной город. Вечерний. Всегда красивее. Третья неделя вот ждет как мы приехали в Краснодар. Мы почти в Краснодар. И только вот спустя две недели выбрались погулять по городу. Ну честно, я погулял. И мне... И мне одного раза прям достаточно. Я второй раз уже не хочу. Мазда 448 ожидают. А, вон он, да? Пойдем. Че ты рад? Ну ощущение прикольное. Мы здесь не были 3 года примерно получается. Ну и решили, короче, снять вот такие вот апартаменты. Такая вот небольшая уютненькая студия в самом центре города. Здесь буквально 2-3 минуты и мы уже на набережной. 24 тысячи рублей. Это за 5 дней. То есть получается 4800 отдаем в сутки. Вот она та набережная, вот так вот туда прямо, по которой мы постоянно, практически каждый день гуляли. До этого я жил здесь полгода, потом с Настей год, полтора года в сумму. Для меня город этот стал каким-то таким родным местом. И вот сейчас мы идем по нему. Вон, Санторини, да? Да, вот он, Санторини. Вот в этот рейстик мы идем. Когда уезжали в Писе в последний раз. Да, в последний день, когда мы уезжали. На следующий день у нас самолет, и мы перед этим зашли вот в это Санторини. Или поезд. Или поезд. Я не помню, я не помню уже, блин. Какая разница, на чем мы уезжали. Главное, что мы уехали. Не знаю, совпадение или нет, но мы сели ровно за тот же стол, где были 2 года назад. Я думаю, это очень вкусно. Вот есть вот это вот место. Я сейчас покажу, как там выглядит все это наверху. Там офигенная веранда с крутым видом. Ресторан-дом. Один из самых дорогих рейстиков, типа. Решил сводить туда Настю. Но. Мне сказали по трескоду, ты не проходишь, парень. Вот такие вот шлепки в них нельзя. А чтоб вы понимали, я в эту поездку не взял обуви другой. У меня только вот эти гребаные шлепки за 3000 рублей. Ну а пока мы кушаем в гастропорту. В проекте, который я веду. Вот он, Гранд Марина. Торговая галерея. Завтра иду за кроссовками. Я же сказал, я пройду в тот рейстик. Вот специально для него купил себе кроссики. Вот они, мои любимые форсики. Оп-ля. Опс, красава. В тот ресторан мы, к сожалению, не смогли попасть. Потому что я вчера начал бронировать, звонил им. Они сказали, что у них места понедельника нет. Все раскуплено. Ну мы нашли еще один топовый рейстик. Раскуплено, а забронировано. Забронировано, да. Находится в здании морпорта. Вот он морпорт. Вот тут вот находится рейстик, только с другой стороны. Вот такая вот охренительная, красивая лестница. Наверх ведет в этот суперский ресторан. Давай, Настя. Вот он видончик у нас. Вот такой шикарнейший, просто шикарнейший видон. Сейчас мы здесь встретим закат и хорошенько похаваем. Заказали Настеньке рыбу, самую дорогую в меню. Сейчас посмотрим, сколько твоя порция будет. Через эти бабки могу в Бургер Кинге десять раз покушать. Мне принесли мое блюдо. Картошечка, шашвачок. И у Настюхи вот этот кусок огромной рыбы. Давай, Настюха, пробуй. Это огромный кусок рыбы. Блин, ну это выглядит супер вкусно. Попробуй. Да, обожаю. Очень вкусно, но я могу сама такое приготовить. Перед вами миллионы долларов. Просто миллионы. Миллиарды рублей. Ну, ресторан очень хороший. Очень хороший. Сервис крутой. Персонал крутой. Мы еще заказали все десертики. Правда, от них уже ни хрена не осталось. Был торт. Чизкейк. Фруктики. Мы покушали на семь тысяч триста шестьдесят рублей. И еще триста рублей я решил оставить на чай. Потому что мне здесь очень сильно понравилось. Никогда не стремайтесь вставлять на чай, если вам понравилось заведение. Блин, ну рейсик вообще офигенный. Зацените какие потолки. Охренительно. Мне очень здесь понравилось. До свидания. Очень понравилось. Мне нравится очень редко. Я все время в большинстве случаев недовольна. Наш закат обошелся нам в семь с половиной тысяч рублей. Ну, это восторг. Да. Это было круто. И персонал очень вежливый. Это уровень все. Короче, дом вы потеряли. Супер клиентов. Сейчас прогуляемся по парку Ривьера и до дома. Черком так тихо, спокойно, атмосферно. Ну и круче, чем в Кабардинке. Ну да, намного круче, чем в Кабардинке вот. Настя созванивается с папой. А я хотела тебе показать Ривьеру. Дельфинари здесь, зоопарк, аттракционы. Ну, до хрена всего на самом деле. Чисто на один вечерок погулять сюда. Ну, больше, мне кажется, с ребенком, да? Не, я всегда мечтала о первом свидании. Вот, ну, что-то типа такого. И сфинок. Ну да, в Америке, кстати, это популярная тема. Пойти в парк развлечений на первую свиданку. Посмотрите, что творится. Охренеть. Ну-ка, встань и измерим рост твой. Мало ли, не пустят той. 140 это вот. 150. Ну, 160 ты, короче, примерно. Тебя пустят. На каблуках. На каблуках. Просто посмотрите, с какой скоростью это крутится. Там сидят люди, чтоб вы понимали. Мне кажется, я бы там блевал пустя минуту. Ау. Опа. 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 Да, это не для нашего возраста. С ребенком, с сыном я бы сюда пришел по-любому. Ну а так, такой сим. Опа. Вот эти прикольные, кстати, штуки. Опа. Опа. Сейчас мы это проверим, узнаем. Раньше, когда мы жили, а жили мы, кстати, здесь недалеко, вот за этим мостом, вот в тех домах, всегда, каждый день кушали вон в той столовой. Вон она, столовая. Сейчас мы проходим, и вот эти здания, это, чтобы вы понимали, раньше были гаражи. В Сочи очень популярно такое жилье, как гаражи. Если вы его бьете там на авито где-нибудь, типа, снять квартиру, очень много предложений будет. Сдаю в аренду гараж. Люди просто берут, обшивают панелями гаражи вот эти вот, ставят второй этаж. Это очень дешево. И сдают потом как полноценное жилье. Но жилье это только для сезона, потому что гаражи, они, как правило, не отапливаются. Зимой в них жить просто нереально. Вот по этой набережной мы практически каждый день гуляли. Но, правда, сейчас здесь, смотри, вообще реки нету, да. Тут, чтобы понимали, вот примерно вот досюда, до середины река была, вода. А сейчас тут просто, я не знаю, куда делась речка, но ее просто тут нет сейчас. Все, подходим мы к этой столовке, к нашей любимой. Вот она здесь. Каждый день сюда ходили, ни разу такой очереди здесь не было. Мне кажется, вот такие вот столовочки, которые находятся в неприметных местах, потому что эта столовка, она прям на отшибе находится и очень трудно найти. Обычный турист, который здесь не проживает, он ее даже не найдет, пройдет мимо. Но если знать о таких местах, то здесь, поверьте, самая вкусная еда всегда. Я уверен, что это будет очень безумно вкусно. Что, приятного аппетита нам? Как бы? Ну да. В смысле так? Очень вкусно. Только котлеты, ради которых я ехал, было невкусно. Честно? Не знаю, мне все понравилось. Все как старые добрые. Один в один. Я прям остался очень доволен. Месяц 4. Месяца 4 мы жили, да, в этом отеле. А, вот он. Да. Отель Алиса. Вон наш балкон, кстати, смотри. Второй это наш балкон. Второй? Да, на втором этаже. В котором мы жили до Алисы. Он находится вот прямо тут за углом справа. Вот этот вот дом, он называется Пумпурный замок. Взяли, короче, велики 100 рублей в час. Отлично. Все, поехали кататься по Адлеру. Поснимаем для вас что-нибудь интересное. Мне кажется, только я мог взять настолько ущербный велосипед. Мало того, что он есть покоцанный. Он огромный. У меня руки прямо вот так вот вытянуты максимально. Это неудобно очень. И еще я еду, и он трещит как хер знает что. Как будто он сейчас развалится. Скорости не видно. Я вообще не понимаю, на какой, если честно, скорости еду. Я сдал велик. Это ущербный. И мы решили взять для такого коллектора. Скутер или что это? Да, на котором точно так. Мы еще не разобрались, как ехать. Да не, все нормально. У него стоит, короче... Климат-контроль. Климат-контроль. Тут система прям очень трудная. Вроде я сейчас пристаканился и все нормально. Сейчас пацаны едем. Настя, снимай, где мы катались. Ездим по Олимпийскому парку, по набережной. И Митинка набережной. Да, Митинка. Здесь очень красиво. Вон куда я иду, блин. Это же дорога для... Вот где гуляют. Один из самых больших стадионов в России. Все игры, которые идут в Сочи, футбольные, хоккейные проходят на этом стадионе. А нет, хоккейные на другом стадионе. Это отдельно. Это только для футбола. Ночью здесь, я надеюсь, мы сюда попадем сегодня, я вам покажу. Здесь поющие фонтаны. Здесь очень круто кататься именно на всяких электробайках, на великах, на самокатах. Прям территория охренительная. Будешь рулить, я тебя буду снимать? Нет. Ну давай. Не, я не хочу. Очкуй. Вот именно с этого места началась моя карьера СММщика. Ну вообще, в принципе, фрилансера. Я работал на почти все заведения, которые здесь есть. Сейчас здесь, наверное, уже какие-то новые открылись. Тут вот мандарин-бар был. А вот мандарин-логотип, который я рисовал, кстати. Это моя работа. Появился бильярд, золотой арбуз. Этих заведений тут не было. Меня сюда занесло вообще изначально. Я по знакомству сюда попал, приехал в Сочи. В первый же день познакомился со всякими ребятами, которые арт-директора этих заведений. Они узнали, чем я занимаюсь. В то время я увлекался афишами веб-дизайном. И они взяли меня изначально сюда как дизайнера. Вот на этом экране крутятся вечером афиши различные, видеоролики. Я делал изначально видео для этих экранов. Вообще всё изменилось. Здесь из тех старых заведений, когда мы тут жили, остался только виноград, чайхана была, мандарин-бар и Бестужев, наверное. Всё. Всё остальное абсолютно новое. О, нифига, они этот магазин обделывали. Смотри, продукты, выпечка. Раньше у них этого не было. Сейчас зайдём и узнаем, помнят ли они меня или нет. Тут вообще он даже стал намного больше. Привет. Здравствуйте. Не узнал меня? Узнали. Сразу закрали и вернулся. Сразу видно знакомое лицо. Привет. Ну, меня здесь помнят. А вот на этом пляже, куда мы сейчас пришли, мы снимали видеоклип. Я не наступлю. Мы снимали видеоклип для рэпера Сява. Вот стоимость аренды 24 часа. Вот именно на этой дорожке мы снимали с ним клип. А моя девушка Настя, она была актрисой в этом клипе. Приняла в нём участие. На этой стороне ещё более-менее, но на той, чем ближе к побережью Мандарина, Винограда, вот туда дальше, тем народу больше. Просто жесть. Вот единственное, что я люблю в море, это именно закат и восходы. Однажды я встретил рассвет, когда жил в Турции. В 4 утра мы сидели на пляже, делали шашлыки и встречали рассвет. Это прям потрясающе было. Чё-то с чем-то, когда вот этот шарик из горизонта вот так поднимается, выходит, это прям офигенно. Чё-то с Ниланом идём? Супер, идём дальше. Так, ну чё, чё нам сначала, в магазин попить предлагаю взять? Да, сначала в хаски-центр. Так, ну в хаски-центр надо туда налево, погуляем сейчас тут сначала, потом на канатку и на хаски-центр наверх едем. Ну слушай, тут красиво, пипец летом, да? Вообще. На фигурке город самое такое прикольное место, мне кажется. Да, вообще прикольно. А в риге ночь тут всё это подсвечено, так классно. Мы же были здесь с тобой ночью? Зимой. Да. Сейчас поедем туда сначала, наверх. Я уже очкую. Чё, готово? Да. Не очкуешь? Нет. Чё она закрывается? Всё. Ой, ё-моё. Смотришь сюда? Настя делает контент. Первую высоту мы покорили. Так, сейчас прогуляемся сначала здесь и поедем дальше потом, да? Но здесь уже погодка на самом деле отличается, здесь уже чувствуется, что мы на высоте, идёт прохладненько так. Справа от нижней станции канатной дороги восточный лес. Блин, ну честно, здесь офигительно в горах. Да? Да. Тебе как? Очень круто. Смотри какие. Я ещё пока созреваю, мне страшно. Ха-ха-ха. 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 Какая милота. Да. Настя, он не хочет его фотографировать. Смотри, всё, говорит, отстань. Ха-ха-ха. Он устал. Хороший. Как только щенок запищал, смотри, сразу же все прибежали, смотри. Ха-ха-ха. Там щенок ловится. Какой каракут. Ха-ха-ха. Ты смотришь? Да. Чё он такой маленький? Ха-ха-ха-ха. А почему они все бегут такие? Ну, он нешель в тачке. Мама, ну я его припусти. Я поговорил с этим, кто у них там главный надзиратель в Канхасские центры. Он сказал, что в этом вольере 22 собаки. И сейчас вот 23-й родился совсем недавно, он 30 дней будет под присмотром мамы. Вот так вот сидеть, как я сейчас снимал, показывал. Многие из этих псов, они родились прямо здесь, в этом вольере. Многие были привезены. Мы едем дальше. Сейчас у нас остановочка на водопаде будет. Надо посмотреть, как тут пройти. Нам надо, получается... Настя, иди сюда. Как нам надо пройти, я не понимаю. Вот так наверх типа, да? Да. А потом пешком? Куда? К водопаду. А, вот вода, вот-вот-вот. Первую мы проехали. На самом деле очень медленно она едет, да? Прям, если честно, даже немного поднадоело. Нам нужно на вторую и по прямой на водопад наверх. Ну тут ехать-то выше намного, посмотрите, как высоко. И быстро она едет. Ё-моё. Не знаю, я прям, у меня руки все мокрые, пипец. Очень супер нафиг. Посмотрите, что сзади просто. Идем, короче, к водопаду. Здесь погодка уже, на самом деле, такая. Хотя, чисто мне, если честно, по кайфу. Это Настя, он замерзли, пиджак достал. Купил кроссы для ресторана, по горам хожу. Ты как идешь? Да. Да, вот мне бы так бегать. Но это, наверное, стоит того, чтобы пройтись, прогуляться. Понимаешь, какие горы величественные, да? Да, можешь? Можно снимать? Давай. Мы идем уже 15 или 20 минут. Это все? Вот ради этого мы сюда шли? Блин, а серьезно? Серьезно? Зачем мы время потратим? Все, там дальше ничего нету? Настя, ну вот это не водопад ни хрена. Я тебе покажу, видела у меня фотку с водопадом? Вот там водопад, водопадище. В Батуми раз 5 больше, огромный. Смотри, как красиво. Ну да, народу пипец. Я думаю, там прям водопад, вот как на этой фотке. А там ни хрена не такой водопад. Ну, назад, конечно, вид, когда мы едем, просто потрясающе. Вы сами посмотрите. Посмотрите на это. Это просто бомба. Охренеть. А, я не знаю, на какой мы высоте сейчас. Тут нет отметок, но мы поднялись еще выше. И тут вот такая вот смотровая площадка открывается. На самом деле погодка здесь, да, здесь прям ощущается пипец как. Я не знаю, как на высоте, но тут вообще холодно. Как? Слава богу, штаны додумался взять. Сейчас переоделся, потому что здесь реально холодно. А там наверху еще холодней. Да, пойдем согреемся, покушаем. Сейчас мы находимся на 1460 метров. Подниматься будем на 2200. Обалдеть. Смотри, по мосту пройдешь так? Да. Хочешь пройти? Да. Не, я боюсь. Да, тут прикольно на самом деле, да? Да. Мы сейчас находимся на высоте 2200 метров. Выше высота это вот там вот 2300. Сегодня нам очень, кстати, повезло с погодой. Облаков нет. Иногда бывают здесь облака, и вот этот вот низ не видно. Сейчас вот нам с погодой вообще прям подфартило. Типец там очередь, Настя. Алло. Села, сидишь. Ты посмотри, какая очередь. Обратно? Да. Ты посмотри. Это что за... Это тропы вниз, да, ведут, типа? А вот здесь вот, вот так вот тропиночка идет. Вон там вот тропа. Так вот вниз. Сейчас люди идут пешком. Там вон какая-то, смотрите, беседка есть интересная. Потом тропа идет наверх вот так на гору. Обходит ее, и там дальше уже тропа вниз в горке город. Да, на самом деле вот, если бы не показали вот это вот фото и сказали бы, где это, как думаешь? Я бы сказала на рове. Ну, я бы никогда не сказал, что это в России на самом деле. Красотища нереальная. Охренительно. Даже несмотря на то, что были с высоты, у меня фобия всех этих неконтролируемых процессов. Но поднявшись сюда, блин, это стоило того. Вот это вот вообще найс, прям это моя тема. Охрененно. Фотки наделали бомбезной просто. Бомбезной. Просто бомбезной.